И на сегодняшний день все противостояние переместилось в противостояние между идеологиями, противостояние за души людей. И именно от того, как люди будут воспринимать то, что сейчас произошло, как легитимное или нелегитимное, будет зависеть то, останется ли на самом деле Путин у власти до 1936 года или не останется. Собственно, поэтому вышибают всех тех людей, которые доносят до общества независимую информацию о том, что происходит в стране. И именно это объединяет всех тех людей, о которых вы говорили. На то, готово ли оно принять новые правила игры, новые правила, которые диктуют стареющая авторитарная власть, переходящая на этап уже такого матерого, как вы сказали, ну или зрелого авторитаризма, переходящего скорее уже к диктатуре. Вот, как мы знаем Владимира Путина, он сжимает удавку на шее общества постепенно. Вот сейчас мы видим, как он постепенно пытается сжать еще эту самую удавку. Конечно, сражаются между собой за ресурсы. Они сражаются между собой за возможность дорваться до бюджета, как с целью получить новые лычки на погоны или с целью просто украсть еще дополнительно денег. Это без всякого сомнения. Здесь между ними идут очень жесткие конкурентные конфликты. Но в том, что они не могут себе позволить уйти от власти, во всяком случае не могут себе позволить уйти от власти без борьбы. В этом они, конечно, едины. И противостоять им, к глубокому сожалению, на сегодняшний день можно только на улице и вне того законодательного поля, которое они сформировали. Потому что это законодательное поле, оно абсолютно нелегальное, оно абсолютно противоречит основам Конституции. То есть оно не дает возможности сделать реальную сменяемость власти. Отбивать тех людей, которые его общество на самом деле информирует о происходящем. Если общество будет защищать своих членов. Шамана Габышева, который явно выступал с ненасильственным протестом, как вы помните, он стремился к омланиям изгнать Путина из Кремля. Нет, его отправили в психушку и закалывают наркотиками. И те люди, которые у нас с ним взаимодействуют, они говорят, что человека просто доводят до состояния овоща путем вот этих вот наркотиков. И это, конечно, то, что либо общество прожует, и тогда это будет следующий этап давления, либо общество это не прожует, и тогда власти, как мы знаем, приходится отступать. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok